8 любопытных фактов о ближнем космосе Недавно, впервые с 1976 года, на поверхность Луны успешно высадился луноход Юйту. Освоение человеком космоса идет беспрестанно, но даже в самом близком космосе свои, непривычные и до сих пор до конца необъяснимые наукой законы. Огненный шар На Земле пламя имеет вытянутую форму благодаря силе тяжести. Молекулы газов, которые входят в состав воздуха, притягиваются к планете точно так же, как и остальные объекты, обладающие массой. Поэтому, чем ближе к поверхности, тем больше молекул скапливается на одном и том же пространстве. Огонь нагревает окружающий воздух, то есть заставляет молекулы двигаться быстрее. Ускорившиеся газы разбегаются во все стороны от пламени и сталкиваются с более медленными, то есть холодными молекулами. В нижней части огонька их больше, и спринтеры, врезаясь в неспешных товарищей, как в стену, выскакивают наверх, где плотность газа меньше. На освободившееся место приходят медленные молекулы, в том числе кислород, благодаря которому огонь продолжает гореть. Такое перемещение газов называется конвекцией, и в невесомости она невозможна, потому что плотность газов одинакова во всем объеме, например МКС. Поэтому огонь на космической станции, к счастью, горит очень плохо. Пламя не вытянуто, а выглядит как шар. Более того, огонь быстро тухнет, потому что молекулы кислорода не успевают вовремя добираться до него, а продукты горения, напротив, уходят слишком медленно. В открытом космосе свеча или спичка не будет гореть вовсе, так как в межзвездном пространстве почти нет кислорода. Слово почти означает, что отдельные молекулы там все же встречаются, но от одной до другой могут быть многие миллионы километров. Кипящий пузырь Ученые примерно понимали, что будет происходить на орбите с пламенем еще до того, как космонавты провели реальные эксперименты в невесомости. А вот насчет поведения жидкости у них такой уверенности не было. Это вообще один из самых сложных разделов физики с уравнениями, который зачастую не влезает на журнальную страницу. Выяснить, что произойдет на орбите с содержимым закипающего чайника, решили исследователи из Мичиганского университета. Они придумали множество экспериментов, которые экипажи пяти миссий космических шаттлов выполняли с 1992 по 1996 год. Вместо воды астронавты использовали хладагент на основе фреона, который кипит при низких температурах. Наука наукой, а лечить ожоги на орбите куда сложнее, чем на Земле. Оказалось, что в невесомости кипящая жидкость превращается в один гигантский пузырь, который растет, вбирая в себя случайно образующиеся пузырьки поменьше. Физики до конца не уверены, почему орбитальный кипяток выглядит именно так, но полагают, что причина все в том же отсутствии конвекции и отключения силы Архимеда. В описывающей ее формуле присутствует вес, а в невесомости он равен нулю. Вредное шампанское Без силы Архимеда нельзя не только принять ванну. По легенде, ученый открыл названный его именем принцип как раз во время водных процедур. Но и насладиться кока-колой или пивом. Газированные напитки имеют характерный привкус благодаря углекислому газу, который выходит из жидкости в виде пузырьков. В невесомости СО2 не выталкивается из напитков и остается растворенным в них, даже попав в желудки космонавтов. Отрыгнуть углекислый газ или как-то еще избавиться от него невозможно, поэтому пиво, а тем более шампанское на орбите, доставляет одни неприятности. Впрочем, коммерсанты думают о космонавтах. Австралийская пивоварня 4Pines совместно с исследовательской компанией Cyber Astronautics разработала пиво с пониженным содержанием СО2. Компенсировать недостаток волшебных пузырьков должен более насыщенный вкус. Бесконечный кристалл. Без конвекции в невесомости не горит огонь, а космонавтам приходится при помощи вентиляторов гонять воздух по станции, иначе даже выступивший на лбу пот не испаряется. Но есть один процесс, которому отсутствие конвекции идет на пользу. Это рост кристаллов. Красивые многогранники образуются из раствора того или иного вещества, когда атомы или молекулы из жидкости присоединяются к имеющемуся зачатку кристалла. Лишившиеся части вещества жидкость становится менее плотной, и на земле она выталкивается наверх, то есть происходит конвекция. Постоянное движение жидкости не дает кристаллу как следует разрастись. В невесомости конвекции нет, поэтому кубы и тетраэдры вырастают до очень внушительных размеров. Остальные любопытные факты вы увидите в следующем видео.